Всем привет, кто с нами онлайн и оффлайн. Это первый день конференции Geops.com 2023 и мы в третьем зале. Следующий доклад у нас онлайн. Юис Андрей у нас сейчас находится в Чехии. Он вам сразу все онлайн расскажет и покажет. После этого доклада мы устроим секцию вопросов и ответов. Привет, меня зовут Андрей Квапел и мой доклад называется «Кубвирт. Внутреннее устройство и сеть. Как достигнуть совершенства?» Мне очень жаль, что мне не удалось приехать на эту конференцию и выступить лично, поэтому сегодня выступаю в таком формате онлайн. Пару слов обо мне. Я занимаюсь преимущественно архитектурными решениями на базе Kubernetes, разрабатываю облачные платформы, а по совместительству имею очень неплохую экспертизу с Software Defined Storage. Во Фланте мы предоставляем услуги DevOps и сервис нашим клиентам, а также разрабатываем различный софт, который помогает вам деплоить, управлять и мониторить ваше приложение как в облачной инфраструктуре, так и в Kubernetes кластерах в целом. Ну а все началось с того, что нам понадобилось облако. Что же такое облако? Давайте разберемся немножко более подробно. Облако это такая штука, которая позволяет вам взять физические ресурсы в ваших нот, такие как CPU Time, оперативка, дисковое пространство и наплодить из него виртуальных машин, то есть виртуальных серверов, которые будут запускать те или иные рабочие нагрузки. Для чего это может быть необходимо? В принципе область применения виртуальных машин достаточно широкая, но нас интересовали определенные кейсы, такие как запуск Legacy софта, не предназначенного для запуска в Kubernetes. При этом очень хотелось бы, чтобы им можно было управлять так же легко, как и любым другим ворклоудом в Kubernetes. Также отдельные кейсы, когда нам хочется запустить Windows сервера и допустим пробросить туда виртуальные видеокарты, так и отдельные Kubernetes кластера. Для чего же это нужно? Дело в том, что Kubernetes у нас single tenant и в принципе не предназначен для того, чтобы с одним кластером работало несколько групп разработки, несколько команд разработчиков. Это означает, что нам нужна легкая возможность создавать и удалять Kubernetes кластера в нашем виртуальном кластере, в нашем облаке, для того, чтобы иметь возможность выделять кластер на каждую отдельную команду разработки и под каждое приложение. А также возможность легко его скейлить горизонтально, добавляя и удаляя виртуальные ноды в этот кластер. Ну и, соответственно, это облако у нас планировалось предоставлять как сервис, так, чтобы вы могли зайти в специальное облако и заказать там себе либо Kubernetes кластер, либо отдельные виртуалки. А также иметь возможность запуска on-premise, то есть на оборудовании заказчика. Таким образом, чтобы вы могли взять это облако, установить себе и общаться с ним точно так же, как если бы вы общались с ним, когда бы оно работало у нас. При этом это облако должно легко расширяться с помощью плагинов и хорошо адоптить уже используемые нами технологии. При этом это облако должно иметь понятный и удобный API-интерфейс. Обычно это подразумевает то, что вы можете с любым облаком общаться с помощью Terraform. Но конкретно наша фишка, мы очень хотели сделать облако, которое вы сможете ходить и заказывать виртуалочки с помощью обычного куб CTL. Соответственно, кто же основные потребители этого облака? Это у нас пользователи, то есть мы с вами, которые общаются с этим облаком и заказывают виртуалочки. А также различные автоматизации, интеграции. То есть, по сути, ваше приложение само должно уметь ходить в облако и в случае необходимости скейлить ваши гластера, заказывать и удалять те же самые виртуальные машины или другие ресурсы. При этом из всех решений, которые мы рассматривали, мы рассматривали только опенсорсные решения, потому что мы пилим опенсорс и также хотели бы использовать чисто открытые и свободные технологии. Так вот, какие же технологии мы рассматривали? Их, в принципе, было пять штук. Это KubeWirt, OpenStack, CloudStack, OpenNebula и Ganeti. Последние три нам немножко не подошли по причине того, что у них достаточно небольшое комьюнити, а также в некоторых случаях, даже несмотря на то, что это опенсорсный и свободный проект, разработка его под контроль на одной компании. В чем же здесь может быть проблема? Здесь у нас есть очень неприятный инцидент с OpenNebula. Несколько версий назад OpenNebula закрыли исходники миграции между мажорными версиями OpenNebula. То есть в случае, если бы мы использовали OpenNebula, мы бы могли столкнуться с такой же ситуацией, когда мы просто не могли бы обновиться с более старой на более новую версию. Когда разработка у нас распределена между разными компаниями, такой ситуации у нас в принципе произойти не может. Но и вторая причина была в том, что у этих решений очень плохая интеграция с Kubernetes. А это означает, что если бы мы хотели использовать это решение вместе с Kubernetes, нам бы пришлось пилить достаточно много таких вещей, как CSI Driver, Cloud Provisioner и в общем-то заново разрабатывать вот такие штуки, которые уже в принципе работают для других других решений, таких как OpenStack и KubeWirt. Ну, OpenStack, можно сказать, это такое дефолтное решение для построения собственного облака. Разумеется, мы его рассматривали. Но проблема OpenStack заключается в том, что он был разработан достаточно много лет назад и посему имеет достаточно сложную архитектуру. То есть, если мы взглянем на то, как OpenStack устроен, мы увидим огромное количество асинхронных API, большое количество микросервисов, которые должны быть сконфигурированы определенным образом, чтобы они могли друг с другом коммуницировать. А еще у каждого микросервиса обязательно отдельная своя база данных. Такой зоопарк очень сложно обновлять и поддерживать. Следующее решение, которое мы решили рассмотреть, это KubeWirt. KubeWirt выглядит очень неплохо, особенно учитывая тот факт, что он Kubernetes Native и переиспользует все те самые прекрасные паттерны, которые предлагает нам Kubernetes. Ну, а также он пытается переиспользовать все Kubernetes интерфейсы, которые, в принципе, были созданы не для виртуализации, а для контейнеризации. Поэтому попытка переиспользовать контейнерную сеть Kubernetes для виртуолог в KubeWirt родила вот такую вот сложную схему. Во-первых, у нас все виртуалки запускаются внутри контейнера. Но для того, чтобы виртуалка смогла использовать интерфейс контейнера для сети, для каждой виртуалки создается огромная цепь вот таких вот сетевых интерфейсов. То есть внутри пода создается бридж, в этот бридж втыкается как виртуалка, так и интерфейс пода, также отдельный интерфейс для DTP. В общем, выглядит это достаточно сложно. А как мы знаем, что вещи, которые сложные, они у нас чаще всего и ломаются. Поэтому от KubeWirt нам, в принципе, тоже пришлось отказаться. В итоге оказалось, что нет на рынке какого-то такого решения, которое бы нам полностью подходило бы. И что же мы подумали? Стоит ли нам разработать что-то свое? Конечно. Почему нет? А так как мы очень любим Kubernetes и везде его внедряем, конечно, мы хотели бы, чтобы это решение использовало бы Kubernetes. Разумеется, для запуска виртуалок мы планировали использовать LibWirt, потому что LibWirt это такая стандартная либа, которая позволяет вам запускать виртуальные машины, и она используется практически в любой облачной платформе. Ну, а виртуалки мы бы запускали уже в контейнерах, потому что это удобно, это унифицировано и это работает везде. Но тут мы такие подумали, а не делает ли KubeWirt то же самое? А ведь по сути нам не понравилась всего лишь сеть в KubeWirt, а все остальное нас устраивает. Так почему бы нам не переработать немножко KubeWirt, не переработать сеть так, чтобы она стала хорошей? Собственно говоря, что мы и сделали. В итоге мы остановили свой выбор на KubeWirt. Почему? Потому что в первую очередь он основан на Kubernetes и имплементит все его крутые паттерны. Во-вторых, KubeWirt имеет достаточно большое и быстрорастущие комьюнити. Если мы посмотрим на GitHub, мы увидим, что число звезд KubeWirt уже превысило даже тот же самый OpenStack. Ну, а если мы посмотрим, кто же контрибьютит в KubeWirt, мы увидим такие классные компании, как Red Hat, NVIDIA, RM и OpenSUSE. И число вот этих вот больших крупных вендоров, оно постоянно растет. При этом мы можем заметить, что KubeWirt не подконтролен какой-то конкретной компанией. То есть сразу же несколько вендоров разрабатывают один продукт, как бы девелоперы для девелоперов, для решения проблемы запуска виртуальных машин внутри Kubernetes. Соответственно, здесь у нас тоже отсутствует как таковой вендор лог. И мы можем не бояться той ситуации, которая произошла с OpenEB, когда какой-то кусок проекта был просто закрыт от широкой публики. Ну, а кроме того, KubeWirt имеет достаточно простую архитектуру. И давайте посмотрим, как же работает вообще сам KubeWirt. В первую очередь, KubeWirt — это оператор. Оператор, который деплоит несколько микросервисов. В первую очередь, это Wirt API, который занимается тем, что обслуживает все API-реквесты на ресурсы виртуализации. Например, если вы хотите подключиться к консоли виртуальной машине, вы это сделаете через Wirt API. Также он запускает различные веб-хуки в валидации и мутации. Ну, и в целом обслуживает Kubernetes API-ресурсы. Когда Wirt Controller является стандартным контроллером-менеджером. То есть, у нас для виртуализации вводятся некоторого рода ресурсы. То есть, какая-нибудь virtual machine. И Wirt Controller — это вот как раз тот самый микросервис, который их обслуживает. То есть, на каждую виртуальную машину он создает под и запускает уже его с нужными параметрами. Также у нас есть отдельный demon set, который раскатывается на все ноды. Он называется Wirt Handler. Он нужен для того, чтобы виртуалка внутри пода могла запуститься. То есть, он занимается тем, что изменяет параметры пода. Например, разрешает виртуалке использовать DevKVM. Или пробрасывает какие-то девайсы непосредственно с ноды уже внутрь пода. Чтобы виртуалка могла с ними запуститься. И, соответственно, последний из них — это Wirt Launcher. Это отдельный бинарник, который запускается в поде с каждой виртуалкой. И, по сути, отвечает за запуск непосредственно виртуальной машины. Он управляет libwirt, и через этот libwirt он запускает виртуальную машину. Давайте посмотрим, как же это работает на практике. Допустим, у нас есть задачка запустить виртуальную машину внутри Kubernetes. Кубвирт переиспользует все Kubernetes интерфейсы. Это, в первую очередь, CRI Runtime. Да, это тот же самый наш Docker или Container D. Он использует Kubernetes Storage и CSI интерфейс для того, чтобы оперировать томами и дисками виртуальными для этих виртуальных машин. А для сети он использует Kubernetes Networking, то есть CNI плагины. И сейчас мы пройдемся по каждому из них и посмотрим, как именно кубвирт запускает виртуальные машины. В первую очередь мы посмотрим, как же выглядит непосредственно запуск виртуальной машины как пода. То есть представим, что у нас есть некоторая нода. На каждой ноде, напомню, у нас запущен вирт-хандлер. Это специальный демон, который сервисный, используется кубвиртом. А когда мы запускаем виртуальную машину, у нас запускается POT с вирт-ланчером, который уже непосредственно и запускает виртуальную машину. Но прежде чем виртуалка сможет работать, вирт-хандлеру придется ее немножко, POT немножко поднастроить. Почему они разделены вообще на две части? Потому что вирт-хандлер это сервисный демон, который имеет доступ ко всей операционной системе хоста. То есть ко всем девайсам, ко всем сетевым интерфейсам. Когда POT с вирт-ланчером или POT с виртуалкой, это обычно непривилегированный POT внутри Kubernetes. То есть когда у нас запускается POT с виртуалкой, прежде чем виртуалка запускается, вирт-хандлер добавляет дополнительные какие-то настройки. Например, конфигурит C-Groups, чтобы можно было использовать все или иные девайсы. Создает цепочку сетевых интерфейсов или просто сетевые интерфейсы для виртуалки. И пробрасывает девайсы с хоста до POT, чтобы виртуалка могла их использовать. А вирт-ланчер уже запускает внутри себя libvirt и виртуальную машину с помощью этого libvirt. При этом очень хорошо понимать, что POT на самом деле это просто сервисная сущность для запуска виртуальной машины. Это хорошо можно понять, если мы посмотрим на то, как работает live-миграция. То есть, в случае, если мы хотим виртуалку с live-мигрировать с одной ноды на другую, допустим, у нас есть вторая нода с тем же самым вирт-хендлером, то прежде чем миграция этой виртуальной машины начнется, у нас запустится точно такой же POT для запуска этой виртуальной машины, внутри которого будет вирт-ланчер. Вирт-хендлер у нас настроит те или иные девайсы, которые необходимы для работы виртуалки. И только после этого вирт-ланчер запустит libvirt и начнет миграцию виртуалки из одного POT в другой. И когда виртуальная машина успешно смигрирует, старый POT будет уничтожен. То есть, здесь мы видим, что POT это такая вот временная сущность, которая существует в тот момент, когда виртуалка должна работать. Если виртуалка перетекает с одной ноды на другую, у нас создается новый POT, и, соответственно, из одного POT она мигрирует у нас в другой. Вот, примерно таким образом работает kubvirt с нашим рантаймом, рантайм-плагином. А теперь давайте посмотрим, как же kubvirt managed storage. Для этого используется стандартный CSA-интерфейс. А как именно, давайте посмотрим. Допустим, у нас есть та же самая нода. И когда мы запускаем POT, мы знаем, что POT мы можем заранее сказать, с какими волюмами ему запуститься. То есть, по сути, обычные PVC, их же можно использовать и для виртуальных машин. А когда вертланчер запускается в этом POD и видит, что виртуалка должна использовать такие-то тома, он создает в них виртуальные тома, виртуальные диски, которые уже и атачат к виртуальной машине. На самом деле, kubvirt очень нехило повлиял на сам Kubernetes проект. И одно из нововведений, которое он добился, чтобы оно появилось в AppStream, это блочные тома. А именно, у вас есть возможность в Kubernetes теперь создавать тома, которые не файловая система, а блочные. То есть, вы можете напрямую блочные девайсы добавлять в POT и их использовать. Очень прикольно, что некоторые storage-провайдеры, такие как CEF, LensTor, они даже поддерживают ReadWriteMain для блочных устройств, что позволяет нам без проблем в виртуальную машину мигрировать между модулами. Таким образом, используя блочные тома вместо файловой системы, мы получаем более хороший перформанс. Потому что виртуалка ходит напрямую, обращается к блочному устройству напрямую. Но очень хороший вопрос. Как же в этом случае, если мы знаем, что POT спек у нас иммутабельный, и мы не можем в POT добавлять новые тома в момент того, как он работает. Как же в этом случае организовать горячее подключение томов? Потому что это одна из основных возможностей, которую пользователь ожидает от системы виртуализации. Так вот, в случае CUBBIRT это решено достаточно интересно. У нас вместе, рядом с основным POT, у нас добавляется еще один запускается. Этот POT не делает ничего, он просто запускается с нашим физическим томом, который мы хотим использовать внутри виртуалки. Виртхендлер видит, что такой POT у нас запустился, и автоматически этот том пробрасывает в POT с виртуалкой. Таким образом, виртуалка может просто взять этот том и подключить, начать использовать. То есть, если мы подключим еще один POT, у нас его увидит виртхендлер и пробросит POT с виртуалкой, а внутри виртланчер его подключит к нашей виртуалке. То есть, в данном случае у нас получается, что виртуалка это уже не один POT в один момент запущенный, а уже сразу три. Ну или в зависимости от того, сколько томов вы хотите к ней хот-плагом подключать. Вот, но как мы знаем, что в случае, если мы запускаем контейнеры, у нас контейнеры запускаются из докер-имиджей. А как же нам быть с физическими томами, которые в принципе могут быть достаточно большими, и паковать их как имиджи не совсем удобно? То есть, если мы будем оперировать терминами OpenStack, я говорю про то, как мы будем заливать golden image. То есть, образ, из которого будет создаваться виртуалка. Потому что виртуалка не сможет запуститься просто с пустым PVC. Вам нужно, чтобы там был какой-то базовый имидж с установленной системой. Так вот, как происходит подготовка таких вот имиджей? Этим занимается в kubvirt отдельный демон, который называется containerized data importer или просто CDI. По сути, он является собой отдельным оператором, который обслуживает ресурсы типа data volume. Если мы посмотрим на спеку этого ресурса, мы можем запросить дома определенного размера и с определенным содержанием. То есть, в данном случае data volume у нас всегда генерирует persistent volume claim, который у нас провиснет persistent volume с помощью kubernetes и нашего CSI плагина. Дальше запускается специальный под, который берет вот наш имидж по определенному url. Это может быть как http, так и докер образ в речестве. И складывает его нам на PVC. Таким образом, вот этот вот самый data volume можно запустить, подключить к виртуальной машине. И виртуальная машина будет просто работать с вот этим вот импортированным имиджем. При этом все изменения будут уже сохраняться в PVC. Таким образом, kubvirt работает со storage. И теперь мы с вами подобрались к самому интересному. То, как kubvirt пытается переиспользовать интерфейс CNI для организации сети, чтобы виртуалка могла общаться с другими виртуалками и с другими подами и нодами в кластере. Так вот, как же это происходит? На самом деле, всю вот эту вот сеть kubvirt делят на две части. Это backend и frontend. Backend это то, как интерфейсы попадают в pod. Ну, например, если мы с вами запустим pod в кластере, мы уже знаем, что внутри этого pod всегда у нас будет интерфейс из нашего pod network. Это тот самый интерфейс, который обслушивается CSI драйвером нашего кластера. И, по сути, это вот стандартная сеть подов Kubernetes. Второй вариант про него знают немногие. Есть возможность Kubernetes расширить. Можно установить у него Multus. Multus позволяет вам добавить дополнительные интерфейсы в ваши поды. Это работает как с виртуалками, так и с обычными подами. То есть вы можете установить дополнительный CNI плагин и использовать его для создания интерфейсов внутри ваших подов. Это то, за что отвечает backend в терминах kubvirt. Но, когда внутри этого пода мы запускаем виртуальную машину, нам нужно подумать о том, как интерфейсы виртуальной машины будут соединены с интерфейсами нашего пода. И здесь есть несколько режимов. Сейчас я вам расскажу про каждый из них подробнее. Первый режим называется Masquerade. Ну и по логике вещей это, по сути, обычное IPTables правило, которое позволяет вам весь трафик от виртуалки к поду занатить. Таким образом, у виртуалки у нас просто отдельная подсеть, которая всегда неизменная, а весь трафик внутри пода у нас маскируется. Если мы рассмотрим это немножко более детально, то мы можем нарисовать вот такую вот ноду с физическим интерфейсом. И когда мы запускаем под, у нас есть TNI-плагин, который создает Vetch-интерфейс. Vetch-интерфейс – это такая виртуальная витая пара, которая связывает сетевой namespace пода с сетевым namespace ноды. И, соответственно, какая-то штука, какая-то магия, которая делает TNI-плагин, в данном случае нам неинтересна. Потому что нам интересно, как кубвирт работает с интерфейсами внутри пода. То, что происходит снаружи – это дело TNI-плагина. Вот. Соответственно, внутри пода у нас создается бридж. В этот бридж втыкается виртуалка. И между бриджом и интерфейсом, внутренним интерфейсом пода у нас добавляется IP-tables-правило, которое маскирует весь наш трафик. Также у нас есть DHCP-сервер, который сервит и обслуживает отдельный интерфейс только вот для этой виртуальной машины. Для того, чтобы она могла получить правильные настройки сети и соответствующие роуты. Следующий режим, про который хотелось бы рассказать, называется SLIR. И это такая базовая вещь в кему, которая позволяет вам просто забиниться на определенные порты. Работает следующим образом. У нас есть та же самая схема с нодой и подом, с ветшинтерфейсами, созданными нашим CNI-плагином. И у нас есть виртуалка. Когда мы запускаем виртуалку в режиме SLIR, у нас сам процесс кему, который эту виртуальную машину обслуживает, начинает слушать определенные порты, которые мы укажем в спеке виртуальной машины. И конкретно подключение к этим портам он уже роутит внутрь виртуальной машины. Проблема как Masquerade, так и SLIR в том, что это достаточно непроизводительные режимы. Кроме того, они могут работать только со стандартной сетью подов Kubernetes. То есть они не умеют работать с дополнительными интерфейсами, созданными с помощью Multus. Когда как третий режим, который называется Bridge, подразумевает, что есть некий Bridge Linux, который соединяет как раз внутренний интерфейс поды с интерфейсами виртуалки. Его можно использовать как для сети подов, так и для дополнительных интерфейсов, созданных с помощью Multus. Bridge работает следующим образом. Опять же, та же самая схема. У нас есть нода, у нас есть под, с ветоши интерфейсами, созданными нашим CNI-плагином. И когда мы запускаем виртуалку, у нас также появляется Bridge, и Bridge у нас соединяет виртуалку и внутренний интерфейс под. Таким образом, получается, что виртуальная машина работает с тем же IP-адресом, с которым и работает под. То есть здесь у нас нет маскарада, и получается, что у нас несколько более лучшая производительность. Но есть и свои проблемы. Также у нас запускается, как всегда, DHCP-сервер, который обрабатывает конкретно запросы только от одной этой самой виртуалки. И выдает ей правильные настройки сети и роуты. Помимо Bridge, есть такой режим, как SRI-OV. В случае, если ваша сетевая карта умеет создавать виртуальные PCI-устройства, Кубвирт может их просто взять и пробросить внутрь плода. Работает следующим образом. То есть мы пробрасываем PCI-устройства внутрь плода. Это происходит автоматически. А дальше виртуалка начинает работать с ним. Выглядит очень классно, потому что на самом деле это самый быстрый режим, который можно придумать. Но из недостатков он не умеет работать с обычными сетевыми картами. То есть у вас должна быть обязательно поддержка со стороны сетевой карты. Есть также и альтернативный вариант, который называется MacVTAP. Как SRI-OV, так и MacVTAP в текущей его имплементации позволяет работать только с дополнительными CNI-плагинами, которые подключены с помощью Multus. По сути, MacVTAP делает то же самое, что и SRI-OV, пробрасывая интерфейс ноды в виртуалку. Но делает это сугубо с помощью Hydra Linux. Как это работает? Вот у нас нода с физическим интерфейсом. Когда мы создаем POD, у нас есть отдельный CNI-плагин, который делает MacVTAP-девайс и пробрасывает его в POD. А дальше из него уже запускается виртуальная машина. С ним запускается виртуальная машина. Это классно работает, это достаточно производительно, но из минусов в том, что это все-таки дополнительный интерфейс. То есть, используя этот MacVTAP CNI, вы не сможете получить доступ к нормальной кубовой сети, чего бы нам очень хотелось. Поэтому мы на самом деле сравнили несколько вариантов, которые мы хотели бы использовать по умолчанию. Это Masquerade, Bridge и MacVTAP. И нашли MacVTAP самым производительным и самым удобным режимом. Единственное, что он работает только с дополнительными интерфейсами через MULTUS. А нам бы, так как мы используем Cilium, мы очень хотели бы заиспользовать его крутые политики, а также Load Balancer. Ну и, в общем, все вот эти вот крутые фичи, которые нам дает Kubernetes с его плоской сеткой. Таким образом, мы просто взяли MacVTAP и переделали его таким образом, чтобы он работал со стандартной сетью PODов Kubernetes. То есть, по сути, мы просто обучили KubeWirt создавать MacVTAP для сети PODов. Как это работает? Опять наша любимая схемка. Noda, POD. У нас есть Vetch-интерфейсы, созданные нашим CNI-плагином для PODов. Но, когда мы хотим запустить виртуальную машину, у нас создается MacVTAP-интерфейс, который биндится не на физический интерфейс, а на интерфейс нашего CNI-плагина. Таким образом, получается, что виртуалка работает практически нативно, как сам POD. Единственное, что нам пришлось доработать, у нас есть отдельный интерфейс, который добавляется не в ту же самую цепочку интерфейсов, а отдельно он нужен для того, чтобы работал DHCP-сервер, чтобы виртуалка могла запросить нормальный IP-адрес и сетевые настройки. Но в то же время виртуалка напрямую уходит в сеть PODов. И все фишки у нас работают. То есть у нас есть и сетевые политики, и сервисы, и load balancer, и все, что вы хотите. А от Multus мы, в принципе, отказались. Мы решили, что Multus сам по себе это достаточно сложная штука, и на первых порах мы его решили просто не имплементировать. Таким образом, из того, что у нас получилось, мы решили сравнить, насколько же производительный режим у нас получился. И вот вам графики Latency. Обратите внимание, это Latency, не скорость. То есть количество задержек. Количество задержек на MacVetup у нас минимальное, как в случае с Flannel, так и в случае с Cilum. Поэтому теперь мы используем вот такой вот усовершенственный режим MacVetup для подключения сети PODов к нашим виртуалкам. А виртуалки, соответственно, без проблем работают в сети PODов, как и любые другие PODы в нашем кластере. Но есть определенного рода проблема. Например, если у нас есть несколько нод в кластере, мы знаем, что Kubernetes на каждую ноду выделяет отдельный POD CIDR. По сути, определенная POD-сеть, которая содержит IP-адреса, чисто вот для этой вот самой ноды. Таким образом, если мы запускаем PODы, они у нас всегда наследуют IP-адреса, получают вот из этого POD CIDR. И виртуалки тоже. Поэтому, когда мы запускаем виртуальную машину, и если мы хотим, чтобы она у нас переехала с одной ноды на другую, вполне понятно, что она у нас получит новый IP-адрес. И когда эта миграция завершится, нам виртуалке нужно будет как-то сообщить, что что-то здесь поменялось, тебе нужно обновить свои сетевые настройки. Собственно говоря, это второе улучшение, которое мы сделали в сети кубирт. То есть виртуалка мигрирует, делает link down, и по DCP запрашивает новый адрес. Там есть небольшого размера lag, но, в принципе, он не критичный. Это работает неплохо. И это второе изменение, которое мы предложили в кубирт для улучшения сети. Но нам не хотелось бы на этом останавливаться. Мы хотим абсолютно бесшовную live-миграцию. И для того, чтобы этого добиться, мы придумали следующую вещь. Мы ввели отдельный VM-cider, то есть отдельный range, отдельную подсеть, из которой выделяются IP-адреса чисто для виртуальных машин. И когда запускается вход для виртуальной машины, он получает IP-адрес именно из вот этого VM-cider. А на нодах также отдельным демоном у нас запущен отдельный роутер, который слэш 32 и роутит все запросы к этому IP-адресу на нужную ноду. Таким образом, если виртуалка у нас мигрирует с одной ноды на другую, у нас запускается под с таким же самым IP-адресом, то есть у нас в одно время существует два пода с одинаковыми адресами. Но роутеры по-прежнему роутят трафик на первую ноду. Когда виртуалка смигрирует, они обновляют роуты таким образом, что все запросы идут теперь уже на вторую ноду. Таким образом удалось добиться бесшовной живой миграции для виртуальных машин и в то же время сохранения IP-адреса. То есть виртуалку нам не нужно реконфигурить в принципе после миграции. А старый под, соответственно, просто удаляется. Ну и в качестве заключения хотелось бы сказать, что у нас получилось. Во-первых, мы используем нативную сеть подов вместо мультус. Мы не используем никакой мультус, мы используем все возможности кубернет. Именно у нас есть и все мощные сетевые политики от Cilium, у нас есть load balancer, у нас есть service discovery. В общем, виртуалка внутри кубернет чувствует себя так же хорошо, как и любой под без виртуалок. При этом сама виртуалка у нас подключается с более быстрым режимом MacVetup вместо огромной цепочки из Linux 3G, которые съедают нашу latency. Ну и, соответственно, работающая live-миграция с сохранением IP-адреса, что не может не радовать. У виртуалки всегда есть статический IP-шник, который не меняется в течение жизни этой виртуальной машины. Для управления всего этого делом мы придумали свои отдельные кастом-ресурсы. И, по сути, вот всю вот эту вот штуку вы можете попробовать в Deckhouse. То есть мы запустили такой проект как Deckhouse Virtualization. Кубверт используется там чисто как ядро для запуска виртуальных машин. Весь интерфейс упрощен, весь пользовательский интерфейс упрощен и использует наш собственный кастом-ресурс для управления ими. И уже запускает с помощью кубверта виртуальные машины. Теперь я вам приведу несколько ссылок. Все они доступны по QR-коду. Соответственно, ссылка на нашу платформу, где вот эти вот все улучшения уже заимплеменчены. Ссылка на анонс, парочка ссылок на Telegram-каналы, куда вы всегда можете прийти и задать свои вопросы. Отдельный ролик про то, где я объясняю, в чем же разница облачных платформ и платформ инфраструктуры виртуализации. Я просто полагаю, что сейчас будут вопросы, в чем разница Proxmos от OpenDebula и той же самой. Вот в этом видео найдете все ответы. И ссылки на наши улучшения, наши дизайн-пропоузлы в кубверт. Если вам нравятся эти функции, вы можете зайти, написать комментарий, проголосовать. И вполне возможно, что в скором они попадут в upstream кубверта. На этом у меня все. Огромное спасибо ребятам, которые помогли мне подготовить эту классную презентацию. Оставайтесь на связи и не забудьте оставить отзыв о моем докладе. Огромное спасибо. И сейчас я буду готов ответить на все ваши вопросы. Андрей, спасибо тебе огромное за доклад. Наконец-то я понял, что это и для чего вы это делаете. Коллеги, не забывайте просьбы голосовать за доклад на платформе. Все вопросы задавайте в чате канала этого зала. Я их озвучу и мы их обсудим. У нас на самом деле уже очень много вопросов. И не уверен, что мы на все успеем ответить. Что мы не успеем, сможем продолжить дискуссию в чате. Вопрос номер один. А вы уже умеете выделять GPU? Отделить его между контейнерами? Скажем так, в самом кубвир такая возможность есть. Что мы стараемся реализовывать в платформе Deckhouse. Мы стараемся делать это поочередно. То есть в первую очередь мы решаем какие-то самые основные фичи, которые будут нужны всем. А позже уже добавляем тот функционал, который уже, ну скажем так, делаем это по мере поступления. Да, у нас есть в планах пробрасывание GPU. И я думаю, что это у нас запланировано на второй, третий квартал этого года. Что будет с томом хот-пак, если мы дропнем его под? Еще раз не понял вопрос. Что будет с томом хот-пак, если мы дропнем его под? Хороший вопрос. Честно говоря, не тестировал, но думаю, что он просто не грохнется. Он зависнет на удаление. Коллеги, если есть уточнение, пишите в чате. Андрей вас не слышит. Он слышит только мой микрофон. И достаточно интересно. Вопрос. Купир тоже может быть в виртуальной машине. А получается внутри виртуальной машины мы запускаем поды с виртуалками. А таким образом у нас получается два-три уровня виртуализации. А как дебажить и что будет с производительностью? Это немножко пугает поначалу, но рано или поздно ты к этому привыкаешь. Один из кейсов, который мы планировали использовать, для чего мы все это разрабатывали, это запуск кубернет из кластеров внутри кубернет. То есть у вас есть некоторое количество физических нот, вы накатываете на них DeckHouse и внутри уже спавните маленькие кластера. Позже планируется CSI-плагин и клауд-интегратор для этого дела. Ответ, как это дебажить и насколько это производительно, скажем так, не меньше, чем стандартные системы виртуализации это делают. То есть если вы используете OpenStack, overhead будет примерно такой же, за исключением того, что сеть здесь инкапсулируется. У вас получается, если вы используете VXLAN, и внутри кластера вы тоже запускаете VXLAN, у вас получается VXLAN и инкапсулированный VXLAN. То есть у вас уже меньше значения MTU, ну, соответственно, чуть ниже производительность. Но в целом вполне сопоставимо с тем, что делает OpenStack. Слушай, мне самому интересно, признась честно, до какого уровня абстракции и вложенности ты запускал эти кубики в кубиках? Ну, персонально не на этом проекте. Я запускал три кластера. Но в данном случае мы собираемся поддерживать конфигурацию только с двумя кластерами. Когда первый кластер у нас установлен либо на BarryMetal, либо в виртуалках, ну и внутри него запускать еще один. Слушай, вот мы сделали энное количество кластеров. А как туда пробрасывать USB токены? Для многих это актуально. В самом кубвирт такая возможность имеется. В нашем вероуровневом API такая возможность тоже будет. Но на данный момент мы концентрируем наши силы немножко на другом. И пока нет особого запроса на эту фичу, мы ее имплементить не собираемся. Но в самом кубвирте эта возможность заимплеменчена. Ну смотри, еще вопрос про VM. Распространенная практика является делать отдельный влан для VM. А как, что нам делать в данном случае? Если я хочу на виртуалке выделить отдельный влан для безопасности. Да, вот для этого как раз большинство консюмеров кубвирт использует мультус. То есть они с помощью отдельного CNI плагина подключаются к отдельной сети. То есть, по сути, вы просто используете CNI Bridge. И используя этот CNI Bridge можно создавать несколько юзерспейс сетей. Это одна из фич, которую мы планируем тоже в этом году. Но, по-моему, уже в третьем, четвертом квартале этого года. И, наверное, последний вопрос. Слушали, не совсем понятно. Как идет роутинг виртуальной машины между локальной сетью нодами и сетями подов? Не мог бы ты бы рассказать? Здесь у нас кубвирт, в принципе, поменял логику того, как мы строили. Вернее, даже не кубвирт, а кубернет. Потому что, в принципе, логика сети кубернет отличается от традиционных систем виртуализации. Если мы раньше использовали Layer 2 интерфейсы и делали изоляцию сети таким образом, то сейчас у нас есть плоская сеть, которая обслуживается на уровне подов, на уровне сервисов. И вся эта сеть кубовая работает также и в кубвирте. То есть мы можем запускать виртуалки, они получают нормальный IP-адрес из-под CIDR, который уже могут роутить куда угодно с помощью CIDR плагина. То есть, по сути, виртуалка, запущенная в кубернетис кластере, работает точно так же, как обычный под в этом же кластере. С теми же самыми возможностями на них можно роутить кубернетис сервисами, селектить по лейблам, ну и, в общем-то, все делать вот такие вот удобные штуки. Андрей, спасибо тебе за ответы на вопросы и традиционный вопрос. Выбери лучшего, и мы ему подарим подарок от спонсоров. Я бы выбрал вопрос про организацию виртуальных сетей, потому что это достаточно частый вопрос при организации сетей в кубернетис. А какой? У нас было три вопроса про виртуалки. А, ну вот человек спрашивал, как изолировать пользовательские сети. Кто задавал вопрос про вланы для ВМ? Прошу тебя, выйди, пожалуйста, к сцене. Ну вот, не вышел. Всем спасибо. Продолжить дискуссию с Андреем мы сможем в чате. Андрей в чате есть, ответьте на многие ваши вопросы. Андрей, ждем тебя все-таки в следующий раз в Москве. Вживую, но интереснее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...